385 лет назад обошла в состав Российского государства. Я знаю, что в Калмыкия эта дата гораздо... Нет, наверное. ...имеет больший опыт. 400 с лишним лет тому назад вошла в состав России. И с этого времени, конечно, у нас накоплен огромный опыт совместного проживания в окружении других наций, других национальностей, приграничных регионов. Вот Калмыкия сегодня. Допустим, можно об этом говорить очень долго, но на ваш взгляд я бы хотела попросить 3-4-5 основных моментов, что сегодня Калмыкия. Сегодня Калмыкия. Ну, наверное, самое главное то, что вы упомянули наш недавний юбилей. В 2009 году мы его праздновали, 400 лет вхождения в Российскую Федерацию, в Российскую империю. Ну, и, наверное, самое главное с тех пор, это основная, я считаю, деталь, это обретение государственности собственной. Мы вошли тогда на правах самостоятельного ханства, добровольно присоединившегося к русскому народу, к Российской империи. На протяжении всех этих веков мы верой и правдой служили своей новой родине. Как известно, это не наша родина, прародина наша, это территория современного Китая. Но, тем не менее, здесь мы обрели свою государственность, здесь мы обрели своих друзей, братьев, с тех пор, когда Айраты, потом Калмыкии, жили в миге и благополучии, и в дружной, в бедрососедстве, со всеми прилегающими к нам народами. Это главное. Мы сохранили эту государственность, и с началом советского периода истории России, в истории России современной, на мой взгляд, сегодня Калмыкия один из равных субъектов Российской Федерации. Безусловно, при всех тех сложностях, которые сегодня присущи и экономике, и развитию хозяйства в России, эти проблемы не оброшли и нас. Но, тем не менее, у нас неплохие, я бы даже сказал по некоторым показателям, хорошие показатели экономического роста. Мы успешно выполняем все поручения президента, в первую очередь, конечно же, связанные с повышением благосостояния населения России по майским указам. Мы очень активно работаем в развитии нашего бренда, нашего животноводства. Калмыкия, как известно, сельскохозяйственная республика. Более того, наверное, узко специализированная сельскохозяйственная. У нас очень нравится животноводство. Мы занимаем лидирующие позиции по поголовью крупного рогатого скота, мясного направления, по поголовью овцы. Сегодня мы одни из лидирующих поставщиков шерсти на рынок, как в России, так и заведующих. Ну и в целом, наша, так скажем, социально-политическая обстановка в республике отличается высокой стабильностью. Мы не подвержены катаклизмам различного рода, связанных с межконфессиональными, межнациональными конфликтами. В этом плане у нас здесь, даже в те тяжелые годы, 90-е, мы полыхали горячие точки рядом, Калмыкия оставалась, и я убежден, останется островком мира и стабильности. Вот, наверное, это основные моменты сегодняшнего. Вот, Калмыкия степной народ. А как дела в сельскохозяйственном родстве? У нас это традиционный вид животноводства. Мы ращиваем... Калмыкия без коня. Да, это правда. Вообще, если говорить о животноводстве, мы пришли сюда со своими исконными четырьмя видами животных. Мы привели с собой калмыцкую породу скота и калмыцкую породу, овцу, лошадь, верблюда. И с тех пор вот эти виды животных – это конюк нашего сельского хозяйства. У нас, конечно, коневодцы – это особый культ в республике. У нас даже есть такое выражение, джиагай-о-то. Он обожествляется даже нашим народом, потому что благодаря табунному коневодцу наш народ и кружок. Вы, наверное, знаете, что у нас есть такая особая порода, которая круглый год находится на подножном корне. Стоя спит, в зиму копытит себе корм и так далее. В общем, конечно, это ленинг. Вот видите, конечно, много у нас общего. Поэтому, а как у вас общее дело с конным спортом? Я надеюсь, мы сейчас с вами говорим в преддверии открытия нашего традиционного праздника джангариата. Это культурно-спортивное мероприятие, уже 20 лет проходящее в Калмыкии. Посвященное джангариата, имеется, собственно, корень, слово джангар – это народный эпос Калмыкии, уходящий далеко, губоков, тысячелетнюю историю наших народов. Ну, и я хочу надеяться, что вы будете гостями на этом празднике. Вы увидите искачки наши традиционные, которые проходят. Но это только в рамках джангариата. А вообще на нашем подроме это национальный вид спорта. Регулярно, да, это различные турниры в памяти даже героев Великой Отечественной войны, гражданских войн. Преуроченных праздникам, Пьев Победы и ко многим-многим другим событиям. Это только знаковые такие турниры. Помимо того, что есть чисто спортивные мероприятия, которые тоже постоянно в рабочем режиме проводятся на территории нашего Калмыцкого и Естинского война. Вот вы ваш народный эпос упомянули. У нас в Якутии начинается строительство международного центра эпосов народов мира. И в том числе и тех народов, которые населяют Российскую Федерацию, страны, СНГ. Тесные очень связи у нас с Киргизией, с Казахстаном, с Атарстаном. И уже начал работать проектный офис по развитию этого большого центра. Мы участвуем в этом процессе. Я бы хотела узнать, как вы вливаетесь в это дело? Мы участвуем в этом процессе. Мы получили предложение от главы республики Калмыкия. О, извините, Якутия. И наше министерство культуры, наша общественность, которая заинтересована, скажем так, в поляризации нашего народного эпоса, принимает самое активное участие сегодня. Вы еще упомянули какие-то предприятия, которые проводятся в памяти о исторических каких-то событиях. В том числе мы не можем с вами обойти стороной такой вопрос, как репрессия, которая была в прошлом столетии и, естественно, нанесла очень большого, как этносу. Оправился ли калмыцкий народ от тех репрессивных событий? Ну, здесь, наверное, главное понимать, что я и так давать слово оправился. Безусловно, и с памятью народа на это не уйдет никогда. Это трагичная страница нашей истории по разным оценкам, официальным, неофициальным. В общей сложности за весь период с начала депортации и в момент возвращения, это долгих 13 лет, мы потеряли около половины нашей народы. Это, конечно, невосполнимая трагедия. Поэтому здесь говорить о том, что бы мы это забрали, не приходится. Что касается морально-психологического климата нашей нации, наверное, это одна из особенностей. Да не обидятся на меня все другие народы. Наверное, это одна из особенностей нашего этноса, нас, калмыков. Мы столько переносим страдания и верим в светлое будущее. Это помогает нам жить и помогало выживать всегда. На протяжении своей огромной тысячелетней истории были разные периоды. И были огромные человеческие потери. Но, тем не менее, наш народ сохранил свой дух, стойкость, выжил и продолжает жить и развиваться. Ну вот, об этом стоит, наверное, сказать, потому что калмыкия — это регион, который находится в окружении, как я сказал, очень многих регионов, как бы на пересечении многих путей. Как Вы считаете, какое основное качество калмыка позволило ему сохранить свою самобытность? На мой взгляд, в первую очередь, то, о чем я сказал, это духовная стойкость нашего народа. Это наша вера. вера наша предполагает толерантность ко всем другим религиям, национальностям, этносам, терпимость. Вот это, наверное, два основных фактора, которые смогли или помогли моему народу мирно жить, существовать и по семье. Ну, значит, удается каким-то образом оставить еще и интересы свои. Вот в этом плане меня очень интересует Ваше взаимоотношение с недропользователем. У нас тоже в республике не все так гладко, как хотелось бы, на самом деле приходят разные недропользователи. Есть недропользователи, которые чувствуют социальную ответственность, есть те, которые сейчас закрываются новым законодательством, предъявляют значимым, то, что недропользователи в пользовательских недропользовательских соглашениях не обязаны на основании федерального законодательства соблюдать какие бы то ни было социальные обязательства, да, но есть те, которые, несмотря на это, заключают соглашение с республикой и с теми поселениями, в территориях которых они работают. В республике принят закон об этнологической экспертизе. Есть ли какие-то такие законодательные акты в Вашей республике, которые позволяют отставить интересы территории, региону, народу в взаимоотношениях с недропользователями? Безусловно. В этом плане я хотел бы особо отметить то, что у нас сегодня с теми, кто работает в республике Калмыкия, проблем в этом плане нет. Некоторое время тому назад мы взяли курс на то, чтобы работать и активно привлекать инвестиции в регион с крупными игроками, крупными недропользователями. Основные недра, я понимаю, в отличие от груза, нефть, газ. в республике мы исходили из того, насколько серьезный игрок только в российском, но и на мировом рынке, настолько будут серьезные наши взаимоотношения. Почему? Потому что всегда крупная компания, это публичная компания, открытая, и вот это наша целенаправленная политика на привлечение крупных инвесторов в республику Палмыкия сыграла положительную сегодня, об этом можно говорить со стопроцентной уверенностью. У нас в регионе работают не так много компаний, но все они заключили соглашение с правительством республики Палмыкия в разной, конечно, степени были ответственности за социальное положение в регионе в меру своих возможностей, безусловно, в первую очередь, экономических, и все очень активно работают в этом направлении. Для примера приведу несколько компаний, которые в этом плане очень ответственно подходят к своим обязательствам. Компания УКО, публичное акционерное общество. Ежегодно выделяются огромные средства по меркам, конечно, нашим масштабам республики для того, чтобы оказывать социальную поддержку. Это и закупка медицинского оборота, закупка автотранспорта специализированного медицинства, то есть скорой помощи. Это и поддержка наших ветеранов, наших пенсионеров, ветеранов труда. Это и, в конце концов, участие в организации образовательного процесса, покупка школьной мебели, учебников и прочее, прочее, прочее. Ассортимент работы очень широк. Помимо того, согласно этому соглашению, которое есть, компания «Лукойл» зарегистрировала здесь, на территории республики, свое обособленное юридическое подразделение и платит налоги здесь, в Калмытии. Для нас это очень важно. То есть, здесь и поддержка экономики непосредственно, прямая, и социальная ответственность, социальные обязательства перед населением Калмыки. Вторая компания, одна из крупнейших, которая работает у нас, это Каспийский трубопроводный консорс. Ну, дополнение ко всему, что относится, собственно, ко всем компаниям, это, конечно же, и создание рабочих мест. Почему? Потому что возвращаться к Лукойлову. Это огромный проект строительства главных береговых сооружений с Каспийских месторождений нефтиоткрытых компаний. Компания приняла решение вести свои трубопроводы через территорию Калмыкии. И, соответственно, огромное количество рабочих мест, это наши, все люди. И тем же самым занимается компания Каспийский трубопроводный консорциум. Четыре перегонных станций построены здесь, на территории Калмыкии, современные и десятки, если не сотни наших ребят работают специалистами этой компании. И то же самое по социальной ответственности. Это и школы, больницы, это тот же самый медицинский транспорт, то же самое медицинское оборудование. Поддержка нашего образования, допустим, для примера, связанного с образованием, каждый год, ежегодно, каждый первоклассник в республике получают учебные радицы. Полностью с всеми учебниками, тетрадками, счетными палочками, что для первоклассников нужно. Это подарок компании УКО. Помимо всего прочего, это и автобусы для наших национальных фортурных коллективов. А у фортурных коллективов есть автотранспорт? Конечно, обязательно. И не один. И это все опять же поддержка наших предпринимателей, наших партнеров. У нас тоже работает соглашение с компанией Каспийской трубопроводной консорцией. Каспания Каспийской трубопроводной консорцией тоже здесь зарегистрировала свое юридическое лицо, обособленное подразделение. Здесь же присутствует на постоянной основе представитель КТК-Р, то есть КТК-Россия, на территории Калмыкия из наших местных кадров. В этом плане, я еще раз говорю, я привел вам самые крупные примеры сотрудничества. Можно говорить и о другой компании Евросибойл. Эта компания больше работает в сфере спорта. Это постоянные регулярные спортивные турниры международного уровня, регионального уровня. Они спонсируются полностью этой компанией. Это и опять же участие во многих социальных программах региона. И таких примеров можно предоставить. Вы сказали, что местные ребята трудоустраиваются в подразлениях этих компаний. Как готовите кадры? Очень хороший вопрос. Я об этом забыл сказать. Несколько лет тому назад, по инициативе компании Лукор по инициативе компании КТКР. До этого рядом Волгоградской области работал колледж для подготовки специалистов нефтегазовой промышленности. Наши ребята ездили туда, там было отделение, на котором они учились, и потом возвращались в республику. Это было почти 4 года тому назад по инициативе этой компании мы открыли сначала здесь филиал этого нефтегазового колледжа, а потом обособленное подразделение. Теперь это наше собственное специализированное среднетехническое образовательное учреждение, которое опять же спонсируется и поддерживается полностью за счет вот этих нефтегазовых компаний, и теперь по их заказу они готовят своих собственных специалистов у нас здесь на территории республики. А сколько ребят обучаются на сегодняшний день я не готов сказать, но по прошлому году это было около 200 на всех двух или трех курсах. 200 человек. И причем я хотел бы сказать, что самое интересное то, что не только для Калмыкии, ведь эти ребята потом разъезжаются компанией многопрофильной и существуют нас. Конечно, конечно, конечно. Наши ребята ездят и работают в компанию Лукойл и в Сипири. Может быть, у вас какой-то лукойл, к сожалению, у нас нет. Мы теперь будем знать, что он очень добросовестный недропользователь. Вот раз вопросы зашли о занятости населения, да, вот с 1 июля 17-го года в 4 регионах Якутии, в Твей, Чечне и Калмыкии были объедены нововые каникулы для начинающих предпринимателей. Насколько население поддержало эту поддержку? Насколько осознало и участвует, применяет в себя? Во-первых, это рост малого и среднего бизнеса. Мы просто физически ощутили регистрацию новых компаний, которые появились. Или перерегистрировались уже теперь на новых налоговых условиях. это главное. И самое интересное для нас, в первую очередь, помимо того, что в традиционных сферах экономики это произошло, я имею в виду, в сельском хозяйстве, так вот, самое интересное и важное для нас это произошло в сфере турбизнеса. Мы сегодня очень активно разрабатываем эту сферу экономики, помогаем, мы выделяем для нас немалые средства для поддержки малого и среднего предпринимательства в развитии туристов в республике. И вот в этом секторе экономики мы видим появившиеся новые компании, которые работают уже в режиме наук.